На пороге 44-й гимназии толпятся вчерашние школьники. Совсем скоро им предстоит сдать первый обязательный экзамен по русскому языку. Вход только по пропускам, черная гелевая ручка, 3 часа 55 минут на размышления и собственные знания. Вот и все, чем можно воспользоваться. В этом году для выпускников приготовили несколько новшеств. Первый из них – проверка металлодетектором на наличие мобильных телефонов и иных средств связи. Если что-то какое-то обнаруживается, то ребенок сам обязан предоставить, что у него есть. И в принципе, все, что касается телефонной связи, это просто недопустимо. Если запрещенный предмет будет найден во время проведения ЕГЭ, то экзаменуемому придется попрощаться со своими планами. Работа аннулируется, а сдать экзамен повторно может быть только в следующем году. Соответственно, о поступлении в ВУЗ этим летом можно и не мечтать. Впервые единый государственный экзамен был проведен в 2005 году. За 9 лет не раз менялись правила сдачи, контроль становился строже. В этом году школьники сдают ЕГЭ на камеру. Система видеонаблюдения установлена в классах, в штабе пункта, а также там, куда выпускники сдают готовые работы. Вся записанная информация будет храниться в течение трех лет. Багаж знаний, полученный за 11 лет, у всех разный. Рассчитывать на удачу или на собственные знания каждый решает сам. Мы очень сегодня ответы искали и все. К репетиторам ходили? Да. Ну, скажите, долго занимались? В течение года. В течение года. Экзамен по великому и могучему, как и прежде, состоит из трех частей. Минимальный порог сдачи ЕГЭ по русскому языку также остался неизменным. Чтобы экзамен был засчитан, выпускнику необходимо набрать 36 баллов. Результаты будут действительно в течение четырех лет. Одновременно с началом экзаменов заработала горячая линия, позвонив на которую, можно задать интересующие вопросы. Все основные телефоны, в принципе, по горячей линии и по подаче апелляции, они находятся в образовательных учреждениях на соответствующем стенде для выпускников 11 классов и, естественно, для родителей. На сайте образовательных учреждений должна быть вывешена и вывешена вся информация, касающаяся проведения итоговой тестации. Результаты экзаменов будут известны через 10 дней. А следующее обязательное испытание ждет выпускников уже 5 июня. Это будет экзамен по математике. В Твери государственная аттестационная кампания завершится 19 июня. Екатерина Карпова, Максим Андреев, РЕНТОВА ПИЛОТ